доброе время не суток друзья дамы и господа если меня слышно прошу вас пожалуйста дать мне обратную связь поставьте плюсики в нашем чате видно слышно привет из королева вижу сергей здравствуйте зинаида плюс толпе к андрей плюс светлана сироштан плюс значит я предполагаю что слышно меня хорошо я смотрю нас не сегодня так много в нашей в нашей комнате потому что ну есть привычка к сожалению большинства людей вовремя не появляться на обучении хотя мы сегодня заявляли что будет очень интересная тема касаемо развития вашего бизнеса в интернете так вот сегодня мы начинаем как раз второй цикл нашего обучения и речь пойдет о тех сервисов полезных которые вы можете использовать и успешно развивать свою бизнес структуру успешно развивать свой бизнес по партнерской программе компании skyway capital вот вы сможете обучиться сами в дальнейшем помочь быстро обучиться вашим партнером которых благодаря как раз таки используя данных сервисов может появиться великое множество сейчас мы поставим на запись наш вебинар сегодняшний итак друзья начинаем второй цикл нашего обучения люди потихоньку добавляются и появляются я вас прошу наверно следующем будьте внимательны не отвлекайтесь какие-то мелочи которые происходят сейчас вокруг вас я знаю что большинство из вас находится дома постарайтесь максимально внимательно относиться к тому чтобы быть рассказывать сегодня иван салтанов да то есть это человек который работает нашей компании он будет давать очень полезную информацию поэтому просьба слушать его внимательно внимать каждому слову записывать если под рукой будет ручка и прочее запись будет данная предоставлена всем тем кто находится в нашей группе вконтакте вот а я передаю слово человеку который не понаслышке знает как работать с программы skype еще с целым рядом сервисов сегодня речь пойдет непосредственно как раз таки о программе skype да и как вы сможете использовать поэтому тепло поприветствовать конечно в ладоши хлопа и не получше но тем не менее прошу любить и жаловать иван салтанов иван включайся и начинай свое обучение я тогда прекращаю свое вещание всем отличного вечера и полезной информации которую будете использовать на практике так нового на когда он включится так вот иван все я я оставляю по вы ивана поэтому хороший вечер здравствуйте дорогие друзья мое имя салтанов и вам я являюсь с недавних пор специалистом по интернет-маркетингу в компании skyway капитал сегодняшняя тема обучения который я вам расскажу это практические советы в построении структуры с помощью программы skype для начала давайте опять же повторим как меня слышно потому что я вещаю с другого компьютера хорошо пошли плюсики значит меня слышно отлично а теперь поставьте плюсики кто никогда не пользовался программой skype таких очевидно нет хорошо значит про установку программы skype мы разговаривать сегодня не будем сразу перейдем от следующего вы все знаете наверное что программа skype устанавливается в единичном экземпляре на один компьютер так вот сегодня я расскажу как расскажу как установить саму программу skype шесть экземпляров на один компьютер и использовать ее в качестве рекламы для продвижения своей партнерской для расширения своей партнерской программы своей партнерской структуры используем партнерской программы компания skyway немного волнуюсь я три года не выступал на вебинарах так что извините и так значит я буду вам показывать буду вам показывать рабочий стол и мы поэтапно разберем как с помощью прикладных программ которые я вам сейчас дам на скачивание работать и рекламировать свою реферальную ссылку расширяя свою структуру так значит в чат вот я скидываю ссылку на яндекс диск там собрано перейдите прямо сейчас не стоит ждать окончания вебинара нужно эти программы скачать к себе на компьютер сохранить эти программ эти программы так из чего состоит этот архив который я вам сейчас дам там семь 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 программ это программа мультискайп это программа сэндекс которая непосредственно ведет рассылку мы сейчас поэтапно сначала зарегистрируем скайпы далее мы установим программу мультискайп установим шесть скайпов на один компьютер помощью программы сэндекс мы разошлем рекламу потенциальным партнерам то есть мы добавим к ним контакты вот если они нам добавят соответственно они уже станут нашим нашими потенциальными клиентами итак показываю свое рабочее просто секундочку задержка у меня здесь допускается трансляция рабочего стола сейчас мы это активируем все это дело обычно презентации у нас не ведутся с показом рабочего стола поэтому приходится быть можно сказать первооткрывателем в наших вебинарах по этому поводу итак я показываю начинаю трансляцию так трансляция должна запуститься поставьте плюсики кто видит рабочий стол сейчас не только а не только тот стол отлично отлично рабочий стол все видят итак в архиве который я дал на скачивание с яндекс диска находится 6 программ точнее 5 программ и 6 папок значит первое это сама программа skype это для тех кто ну совсем в онлайн трансляции мы будем в записи поэтому нам нужно с самого начала то есть находится программа skype находится программа папки multiskype находится программа сэндекс с помощью которой мы будем рассылать и находятся две полезные утилиты это резалка она так названа здесь и программа коллектор соединяет а также сегодня вы получите базу контактов сетевиков это порядка 50 тысяч контактов здесь и на ней дома уже потренируетесь то есть как непосредственно рассылать как работать с контактами и так 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 как вы написали везде что skype у вас уже есть соответственно я предполагаю что skype установлен уже на вашем компьютере тогда давайте все вместе сейчас откроем из этого архива программу multiskype и установим на компьютер олег из алматы спрашивает в архиве находится сетаповский файл надеюсь он без сюрпризов да он без сюрпризов все проверено можете смело скачивать никаких дополнительных там вирусов троянов ничего подобного даже помине там нет и не может быть так кто скачал кто вообще архив скачал ну таких пока нету наверно как скачать пишет что нужно зарегистрироваться на яндексе нет да давайте я приват то есть вы понимаете что мы переходим от этапов теории которые озвучивали на прошлой неделе к этапам практики поэтому у нас будет будет задание выполнения задание выполнения то есть таким образом мы будем сейчас все это дело проводить в ближайшую неделю так ну программа открывается и на скачивание может быть может быть что-то кого-то не получается то есть все да все верно справа кнопочка и зреть все опишитесь отпишитесь еще раз кто скачал архив чтобы мы продолжили дальше плющик поставьте пожалуйста плющик поставьте пожалуйста повторю повторю то что написала Зинаида очень заикается не поняла что скачать наверно стоит повторить сейчас повторю ссылку скачку скачку в чате перейдите по ней откроется архив яндекс на яндекс диске ее нужно будет скачать ну и так значит раз у нас такие возникают проблемы со скачкой давайте наверное все таки не по этап на шаг выполнения а все таки по теории пробежимся для чего нам нужно устанавливать несколько скайпов на компьютер все очень просто вы можете рекламировать с одного скайпа добавляться в друзья и в контакты рекламироваться а можете шести более того если у вас мощный компьютер вы можете установить себе программу virtualbox о которой будет сказано чуть позже но я думаю что она не войдет озвучивание этой программы в данный вебинар установить программу virtualbox и использовать не шесть а сорок или шестьдесят в зависимости от ресурсов вашего компьютера сорок или шестьдесят скайп по статистике скажу что в среднем при автоматических запросах которых может быть не более ста штук это цифра сто исходя сделано исходя из практики никто не знает алгоритм скайпа когда его банят то есть банят аккаунт никто не знает но примерно все кто занимается рекламой сейчас зарядка выпала кто занимается рекламой они пришли к такой форме что достаточно сто пользователей добавлять один день одни сутки чтобы скайп не был забанен из этих ста человек в среднем добавляется в друзья семь шесть шесть семь ну иногда в зависимости от той от тех контактов качество тех контактов которые вы используете добавляется там до 10-15 ну в среднем это конечно шесть семь вот ну теперь давайте умножим один скайп добавляет шесть значит в месяц один скайп добавляет сто восемьдесят контактов шесть контактов добавляет уже больше десять контактов 1800 и так далее то есть здесь идет уже речь о массовости мы не один скайп мы не по крошкам собираем, мы идем на массовость и соответственно запросы друзья, мы уже не разговариваем фактически с людьми, с каждым то есть не ведем беседы мы идем уже наоборот вот замечено сейчас в нашей компании вообще что скайпом наши партнеры практически не используются имеется ввиду для рекламы зачастую приходят запросы от других компаний от пирамидок, от хайпов от чего угодно но не от компании Skyway то есть это по сути поле непаханное, где можно привлекать брать партнеров и устраивать структуру это огромное огромное поле и так кто скачал сейчас еще раз поставьте пожалуйста плюсики будем идти все-таки от этого поставьте пожалуйста плюсики так, я сейчас спущусь вниз и посмотрю так, отлично большинство скачали архив значит пойдем дальше давайте сейчас еще раз корректно посмотрим пишут звук ужасный только у меня все-таки ужасный звук или нет плюсик или минус поставьте пожалуйста будем контролировать плюсик это на 100 плюсик прерывается иногда зависает так сейчас я попробую немножечко отрегулировать минуточку секундочку ожидания параллельно отвечено который Андрей задал сейчас в чате значит и skyway на спам переходит нет skyway не переходит на спам но к большому сожалению а компании skyway сейчас множество сетевиков серьезных сетевиков которые имеют свои команды которые могут быть под вами которые будут приносить вам доход множество таких сетевиков не знают о компании skyway не знают о компании skyway не участвуют в партнерской программе данный вид рекламы skype это по сути не спам кто не хочет использовать кто не хочет договариваться в контакте всегда отклоняет skype skype вообще уже перешел как бы он самонастраиваемый что ли его фактически редко банят только за редким исключением когда сильно сильно уже как бы наглеет ну больше 100 контактов в день например добавлять да ну по сути как бы лояльно к этому всему относятся люди даже вот когда добавляются в контакты они не очень грозно как-то отвечают на мат не переходит как минимум вот например как при рекламе в вайбер да я тоже занимался рекламой вайбер знаю что человек имея личное устройство которое лежит у него в кармане он очень негативно относится к подобной рекламе рекламе а в skype же сам skype он пользователи skype они лояльно относятся и к рекламе они готовы общаться готовы слушать ну и зачастую готовы сами раскидывать эту информацию которую они хотят продвинуть и вам то же самое первая рекомендация которую я хотел бы дать которую которую наверное нужно использовать всегда это никогда не отказываться от контактов которые добавляются сами к вам вот эти люди которые добавляются к вам друзья они зачастую сами в поиске и когда они к вам добавляются пытаются дать рекламу какую-то вы им тоже можете ответить в обратную сторону и вполне возможно то есть процент вероятности достаточно большой 3-4% из этих людей 3-4% из 100 они станут вашими партнерами и будут развивать компанию skype вместе с вами итак второе что мы сделаем это установим программу multi skype которая находится в архиве пожалуйста перейдите в архив так переходим в архив устанавливаем программу multi skype у меня она уже установлена после установки у вас должно появиться вот такая справа окошечко написано multi skype tools с таким плюсиком там можно добавлять вот логин и пароль мы можем добавлять можем запускать одновременно либо по очереди программу skype итак что мы сделаем вторым мы создадим skype аккаунты которые у нас будут использоваться рекомендация номер два которую я хотел бы вам дать никогда не используйте для рекламы те аккаунты которые вы используете в обычной жизни которые имеют серьезные контакты с которыми вы общаетесь может быть ваша команда может быть ваша знакомая чтобы не потерять потому что сами контакты достаточно сложно набрать и восстановить их тем более в данном как бы примере что я вам сейчас пытаюсь привести мы как раз будем использовать аккаунты которые пустые с абсолютного нуля то есть это нулевые аккаунты и мы начинаем рекламу итак итак 30 секунд уделю комментариям что тут написали может быть какие-то проблемы у нас это для установки мультискайпа из обычного скайпа надо выходить вопрос это для установки мультискайпа из обычного скайпа надо выходить вы можете в нем остаться это не важно абсолютно но суть рассылки обязательно там используется один вам придется выйти из этого аккаунта в последующем или сейчас можете сразу выйти чтобы сразу не задваивать и там случайно не закинуть своим контактом рекламу на добавление либо сделать какие-то действия которые смогут повлечь или повлекут какие-нибудь блокировки вам это не нужно сейчас лучше сделать и выйти из скайпа так а если скайп уже стоит на вашем компьютере должен быть уже установлен скайп он сейчас должен быть уже установлен эта программа мультискайп она всего лишь разделяет программные установки на 6 частей то есть используется 6 частей и база данных грубо говоря распределяется для того чтобы работать чтобы они работали одновременно ну и так значит сейчас я открою открою ссылку регистрации и прямо с вами вместе с вами зарегистрирую новый скайп который будем использовать мы в рекламе и так в папке с архивами есть файл вордовский полезные ссылки обучение скайп в этом файле вы можете найти ссылку чтобы не искать сейчас в интернете это регистрации вот может быть вы видите я не совсем понимаю как работает сейчас отображение на экране наверное видите что ворд вордовском файле есть такая подзаголовок действия здесь вот действия первое второе мы пропускаем я о них вернусь уже как к рекомендации немножко позднее ну вот третье с третьего мы начинаем то есть регистраторская значит мы это регистрируем новую учетную запись сделаем вводим имя фамилию можете вводить свое имя свою фамилию по сути это не важно значит я ввожу имя фамилию до этого я подготовил аккаунты Яндекс Яндекс почты разные просто зарегистрировал это уделил 5 минут вы можете также перейти просто на Яндекс или на мейл на удобные сервисы и зарегистрировать почту в данном случае я уже использую готовую почту чтобы на такие моменты мы время не тратили и так мы заполняем данные заполняем почту устанавливаем дату рождения но только корректную конечно не 881 год значит устанавливаем заполняем по максимальному заполняем все данные можем заполнить номер телефона заполняем логин скайп логин скайп можно конечно придумать постоянно разную но я вам рекомендую взять просто свою фамилию свое имя и добавить несколько цифр просто несколько цифр в данном случае я введу пароли пароли слишком слабый так введу пароли хотел простые но не выходит хорошо вводим пароли ставим галочки все необходимые значит и так далее одним словом заполняем новый скайп сейчас он прогружается и на основе этой записи все пожалуйста Салтанов Иван значит все сохранилось 567 Иван Салтанов 567 у меня логин и я сюда вбиваю Иван Салтанов Салтанов 567 и пароль 568 9 97 у нас пароль вроде так и так мы идем дальше я вам покажу что я вам покажу что эта программа действительно запускает два скайпа одновременно у меня установлен один скайп уже я вбил сюда для примера для начала первый запускаем скайп дожидаемся его загрузки у меня к сожалению немножечко компьютер притормаживает из-за того что я показываю экран но все равно достаточно быстро загрузился первый скайп теперь следом запускаем второй скайп как видите второй скайп тоже загружается если я ввел правильно пароль он загрузится да все верно пароль верно итак третья практическая рекомендация которую я вам дам всегда заполняйте данные о скайпе очень негативно люди относятся тогда когда скайп сам по себе не имеет никакой фотографии то есть нет никакого настроения там вы знаете функция настроения то есть вот она здесь внизу прописана сейчас я покажу поближе итак первое что я делаю это добавляю фотографию я подготовил просто нейтральную фотографию вы можете использовать свою фотографию если вы используете себя как бренд рекламируете себя как бренд то есть люди разные бывают кто-то не совсем охотно идет на рекламу именно самостоятельного лица например там Ирина какая-нибудь вот и эта Ирина везде 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 и в скайпах и вконтакте и везде 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 именно от одного лица кто-то кто-то создает множество людей множество фейковых людей для того чтобы не показывать именно своего лица ну это дело вкуса на самом деле это практически никакой разницы не имеет но конечно же продвижение собственного бренда это всегда хорошо сказывалось на продажах и никогда плохого никогда не не было по сути потому что какие бы не были отзывы положительные либо отрицательные все равно пиар он всегда есть белый черный пиар это все равно пиар итак значит мы добавили фотографию в skype мы добавили добавим сейчас в личных данных в редактировании данных мы добавим настроение в данный момент что я напишу я напишу в настроениях по сути уже рекламу хдп 2 2 точка слэш слэш skyway capital skyway .capital это такой общий без реферальных ссылок получил получается такое настроение которое люди уже тоже обращают внимание чем этот человек занимается уже сразу понятно да skyway .capital точно это по сути обязательный элемент при заполнении данных желательно конечно сделать на мобильный номер домашний то есть все эти данные если особенно вы продвигаетесь продвигаете себя как бренд это эти данные они просто необходимы потому что люди будут вам звонить добавляться в контакт будут вас разыскивать через социальные сети через инстаграм будут видеть какие фото вы добавляетесь то есть это по сути социальная жизнь и skype это один из элементов этой социальной жизни который просто необходим тем людям которые продвигают себя как бренд итак мы добавили два skype сейчас возвращаемся к личному кабинету уж не знаю ребята что вы там видели и как это все дело отображалось я уделю минутку тому что написано постараюсь ответить на вопросы так галина спрашивает а эти два skype не будут конфликтовать нет они не будут конфликтовать до момента до момента рассылки самой потому что вот мы в частности сейчас сделаем обзор на программу с индекс она работает с одним skype нам нужно будет выйти из всех остальных skype открыть только один тот который необходим и мы продолжим дальше работать так дальше я пробегусь по замечаниям по тем которые сразу вопросы возникает данные во всех skype будут одинаковые это на ваше усмотрение на самом деле я пробовал потому что зачастую зачастую базы которые используются вот непосредственно добавление в контакт попадаются одни и те же то есть Иван Иванов какой-нибудь мы добавились раз к нему добавились он нас отклонил а потом какая-нибудь например у меня жена рекламирует она добавилась а он мне добавил это разное на самом деле это нужно пойти все и вот единственное что разница это вы продвигаетесь либо себя либо вы занимаетесь маркетингом построение структуры и готовы значит показать себя может быть на другом немножко этапе но все равно однозначно показывать себя нужно может быть на другом этапе когда уже может быть станет уже в вашей структуре и соответственно соответственно вы уже с ним познакомитесь и будете вот так дальше Иван я не поняла как сделать скайп и так значит в том архиве еще раз давайте я повторю повторю архив и быстренько пробегусь в архиве который я сейчас скинул на публичной ссылке на Яндекс.Диск находится архив состоящих из пяти программ из одной базы данных и из одного файла ворда который который имеет все необходимые ссылки в том числе и на регистрацию в скайп то есть вам достаточно просто перейти туда перейти на создание нового аккаунта заполнить все поля заполнить электронную почту и вы получите свой скайп свой новый скайп таким образом нужно сделать в данном случае в котором сейчас мы обозначаем минимальный пакет можно сказать это шесть скайпов в данном курсе я рассказываю именно о рекламе на методе методы рекламы на шести скайп заговорить так Иван Ячаник не сквает запись будет смотрите мы сделаем не только запись в ближайшее время мы подготовим я подготовлю полный видеокурс по всем прям вот от пальчиком от одного пальчиком до другого провели мышкой от одного мышка от другого по всем моментам как пользоваться как регистрировать как заполнять как как даже покупать аккаунты по почтовой для того чтобы не тратить на них время ведь на самом деле самое главное в этом процессе это автоматизация вот для чего мы это сейчас все делаем почему именно шесть скайп именно автоматизация вручную много вы не набьете вы всегда будете отставать от тех кто пользует пользуется автоматическими методами кто использует мультискайп кто использует рассылщики по например вайберу или там емейл ну вы сами представьте все это делаю что например самую емейл вы одно письмо отправили а те люди которые занимаются емейл рекламой то есть они отправят полтора миллиона и у них будет более результат у них будет просто лучший результат возможно у вас качественнее а у них все равно так запись будет обязательно так а почему про гп у меня не открывает с этим с этим вы можете разобраться в поиске яндекс набив как открыть архив zip потому что действительно по умолчанию на большинстве компьютеров не установлены архиваторы как таковые вообще он является таким архиватором но вам нужно почитать как его открыть и научиться пользоваться архиваторами в принципе посмотреть установлены соответствующие программные продукты для открытия этих файлов так у меня загрузился один скайп попробуйте еще раз загрузиться может сразу шесть скайп в вебинар потому что программе скайп для того чтобы они сконнектились с сервером с головным сервером и шла отправка сообщений необходим определенный трафик вполне возможно что у вас не открывается несколько скайпов именно поэтому но это на самом деле не проблема потому что основной целью является переключение со скайпа на скайп достаточно быстро того чтобы мы открыли один скайп дали рекламу первый закрыли второй открыли дали рекламу и дали то есть вот на самом деле не проблема даже на слабеньком компьютере это все будет работать шесть скайпов точно будут работать но 60 это уже там другая история я вам подробно расскажу о том как увеличить за счет высокой производительности вашего компьютера ну если такие вы имеете на самом деле потому что на компьютере вот к примеру я приведу для технари кто сейчас пока пока этому слуху значит на кор айси 3.6 гигагерц то есть многоядерный компьютер последнего поколения он может держать 40 скайп аккаунтов 40 немножко другими способами и так ладно мы сейчас разбираем значит минимальный пакет это значит я не буду на этом заострять внимание заострю на этом внимание именно на видеокурсе если кому-то будет действительно интересно делать это просто как завод как производство производство рассылки производства вконтактов рекламы через скайп то вы получите информацию в видеокурсе и так следующее что мы производим это устанавливаем Сэндекс программу Сэндекс в архиве также есть Сэндекс Сетап значит он запрашивает пароль администратора ну все как обычная установка ничего не придумываем единственное что я вот сейчас отжимаю галочку секундочку рабочий стол почему-то не начал трансляться вот начал трансляться рабочий стол и так я перешел в папку Сэндекс нажал на Сетап Сэндекс и простым нажатием там двух клавиш далее далее установилась установилась сама программа Сэндекс вот по умолчанию значит выбрана у меня рабочий стол на Сэндекс далее добрые люди порекомендовали нам взять подобную программу Сэндекс в качестве демонстрационного материала сразу скажу что мы как бы противники взломанных программ всяких разных программ но эта программа работает очевидно на демоверсии поэтому я не буду заострять внимание как она работает действительно не знаю просто не знаю вот работает и работает пока вот значит вы можете использовать два вида программ это программа Сэндекс вторая программа это Робо Сэндер Робо Сэндер вы можете найти на сайте на сайте на сайте я прямо сейчас слышу робо Сэндер точка нет если я не ошибся если я не ошибся должен вот пожалуйста заработал робо Сэндер точка нет вот прилагает значит к покупке программу вот у них кстати акция акция 10 долларов всего за 10 долларов то есть это сколько сейчас на рубли 500 500 рублей 550 рублей это получаете вывти шанс лицензионный ключ программе за 10 долларов значит и по всем вопросам бесплатные обновления и так далее и тому подобное то есть если у кого-то программа Сэндекс сейчас в данный момент не запустилась то пожалуйста вот вы можете приобрести и спокойненько работать и спрашивать о технической поддержке по каким-то аспектам работы этой программы они будут вам уже непосредственно именно по внутри программы отвечать и так для того чтобы начать работать с Робо Сэндером мы заходим в папку Крэк копируем файлики которые там находятся и копируем их в папку с установленной программой в данный момент я их уже скопировал делаем копировать замену вот значит и файл сэндекс в.3 нижняя подчеркиваем который мы туда скопировали мы можем сейчас создать ярлык создаем ярлык и я его вынесу на рабочий стол чтобы было удобно его запускать и так у нас появилась работающая программа рассылщика давайте теперь сделаем узнаем как она себя ведет эта программа ну какие функции у нее есть и так для того чтобы запустить программу вам нужно выйти и всех скайпов оставить только один извнуйте скайпов выйти оставить только один при запуске у вас появится вот здесь надпись сверху что мы обнаружили вы используете приложением сэндекс и будет кнопочка разрешить либо отклонить вам нужно дать разрешение в данном на этом скайпе это уже сделано соответственно они уже вместе уже связаны программ то есть давайте посмотрим что здесь есть здесь работает Дима ищу Диму ну пожалуйста он ищет по 100 контактов нашли контакт Дим вот сохранить файл куда нибудь эти контакты и дальше уже с ними работать я не рекомендую таким поиском чуть позднее поиск лучше всего делать вконтакте из других социальных сетей либо либо вообще покупать какие-то определенные базы тематические на самом деле на самом деле вам достаточно использовать парсер так называемый на вконтакте для того что аккаунтов хватит поверьте на десятилетия их очень очень и очень много скайп контакт поиска мы разобрались здесь здесь краткое описание то есть группы то есть список группы контактов что такое группы контактов то есть когда сюда появляется в скайпе в основном появляются контакты появляются контакты то есть здесь в списке группы то есть в какую-то папку контактов и она уже будет здесь там основным чтобы добавить файл больше практически вам здесь сейчас на данном этапе ничего не надо добавить из файла что такое добавить из файла это мы будем добавлять таким способом те контакты которые мы будем где-то брать в данный момент сейчас я вам дал для первичной работы для домашнего задания базы скайп контакт внутри есть еще папочка базы скайп контактов и вот мы видим здесь порядка 50 тысяч контактов этих и мы можем пользоваться вы ими можете пользоваться для выполнения домашнего задания и вообще по сути даже если вы все одновременно будете в скайпы к этим контактам ничего страшного не произойдет просто кого-то примут кого-то нет и вполне возможно станут нашими и будут развивать команду скайвы вместе с вами и так чувствую что за 20 минут мне рассказывать все это не получается и так что мы должны сделать я уже говорил что максимально добавление в контакты добавление в друзья максимум можно отправить 100 единиц 100 человек это рекомендованная точнее цифра потому что можно отправить и 5 тысяч и вас через 2 минуты забанят поэтому мы должны разрезать файлы по 100 контактов для этого я вам предлагаю использовать программу привидер которая находится в архиве то есть это резалка такая достаточно устаревшая 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 плюс vista но тем не менее она работает хорошо все режет и по 100 контактов по 100 строк сохраняет в каждом файле и мы как раз эти файлы будем использовать и так для начала для начала давайте воспользоваться эта программа ее не нужно устанавливать она работает сама то есть без установки и так мы открываем открываем файл ну я вот выберу где побольше немножечко обновленная база рекламных контактов рекламных скайп-чатов открываем мы выбираем куда писать напоминаю если кому-то непонятно в ближайшие несколько дней будет выложен подробный подробный видеокурс где вы сможете прям пошагово где вы сможете прям пошагово понять что и как где делать и просто выполнять механическую работу написать я выберу на рабочий стул для этого создал папку называть поток да делим мы по 100 здесь вы увидите здесь его строк 801 делим по 100 делим все разделение было успешно программу можно закрыть в этой папке которую я сейчас сохранил в данном случае я разделил разделил список скайпов состоящих из 7900 контактов на 79 равных файлов и каждый файл сохранился с одним с отдельным названием и теперь мы его можем свободно использовать не нарушая лимиты которые которые у нас заведены компания скай так ромбоцендер я вам ссылочку так и не скину пишут ну и ничего не могу поделать не могу не стараюсь сейчас вот отключить качество немножечко похуже сделать практически качество видео нормальное хорошее давайте сделаем так я вернулся так я перешел к хорошему интернету сейчас ребят немножечко потревожу параллельно 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 звук я думаю ничего страшного от этого нет зато будет хороший интернет итак что мы сделали мы сейчас запустили папку Sandex давай Sandex сейчас мне айтишник предлагает одеть наушники что я наверное сделаю смотри 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 а то как да раз два раз раз не знаю прям слышно нет секундочку подождите камера микрофон микрофон ну как этот микрофон да раз два наверное слышно так немножечко потише сделаю хорошо такой спонтанный вебинарчик у нас получился разрывистый разорванный но тем не менее значит мы это все дело склеим склеим а в видео курсе и вы соответственно ничего не потеряете вы не переживайте посмотрите и наоборот даже будет вам удобнее все это дело воспринимать все это будет подготовлено послезавтра и так я вам покажу сейчас в данный момент как мы как делается рассылка программой Sandex как как загружается в нее контакт и как ведет себя skype когда сендер рассылает и так я показываю сейчас вам пытаюсь показать вам сейчас рабочий стол секундочку так просляция рабочего стола началась мы напоминаем мы разбили разбили базу сетвиков состоящих из 7900 на 79 равных файлов я разбил в тестовом примере в отдельном паб и так мы открываем программу Sandex чисто запускается достаточно медленно но тем не менее запускается и Вот она запустилась программа Итак мы далее делаем Выбрать из файла во вкладке управления группами Мы переходим В папку Которую я сохранил Разделенная по 100 контактов Сэндекс мне предлагает Контакты будут добавлены в группу Может создать новую группу Я говорю да давайте создадим новую группу И лично мой опыт показывает Что лучше создавать по датам То есть я создаю Сегодня 8 июня 2015 года Я создаю папку Все Сэндекс начал работу Если мы перейдем Смотрите Перешли в последнее Вы Сейчас Наверное не видно Может быть и видно Сэндекс Добавляет массово Вот видите сколько Вот я прокручиваю Он уже добавил практически Он добавил 100 100 контактов То есть пришло 100 людям стандартное сообщение Здравствуйте Добавьте мне пожалуйста В список контактов Вот вы видите Уже Ольга Киреева Да автоматически Сейчас уже добавила В контакт И уже Можно с ней фактически общаться То есть таким образом Мы Что следующее делаем Мы выходим Из этого скайпа То есть мы выходим Из учетной записи Мы закрываем скайп Закрываем сэндекс Полностью Закрываем внизу Выходим из скайпа Выйти Открываем мультискайп И открываем второй Второй свой скайп Скайп загружается Все Загрузился Похоже А нет Все верно Это новый скайп Мы его еще не использовали Нету в истории ничего Значит мы открываем Так же сэндекс Вот смотрите Сэндекс запрашивает Доступ Дать доступ Закрыть доступ Мы даем доступ Сэндекс Сэндексу Программе скайп Все И делаем то же самое Переходим на вкладку Управление группами Добавить из файла Выбираем второй файл Делаем открыть Он пишет Опять может создать новую группу Я опять так же ее называю 8 июня 2015 года И все Смотрите Видите Опять Понеслось Понеслось Добавление В этот скайп Все Через некоторое время Люди когда зайдут в скайп Кто-то на работе Кто-то Кто-то Спит Кто-то посменно работает Кто-то в офисе Кто-то на разных Часовых поясах Все люди Постепенно Просмотрят ваше сообщение Единственным Будет вилочка У них Принять Или отклонить Ваши Запрос на ваших данных Кто-то может просто спросить Не добавляя просто Что вы хотите И так далее Я рекомендую Не вступать Как бы в полемику В том плане Что Работайте на массовость Массовость Вот у вас есть 6 скайпов Вы занимаетесь Рассылка по этим 6 скайпам Должна у вас день Занимать не более 10-15 минут Вы этим же Мультискайпам Можете использовать И больше Вы можете Нажать на кнопочку Плюсик Ввести новый логин Новый пароль Сделать галочку И у вас Новый скайп Тоже сюда добавится Он будет у вас Как бы седьмой Но к сожалению Эта программа Удалить первый Вот И вот таким вот образом Вы можете И 20 делать То есть Я рекомендую Все скайпы Просто заводить Как бы вот папочку Вот как вот я сейчас Заводил для этого человека Папочку Когда подготавливался К вебинару И в каждую папочку Вводим Вводим те данные То есть его имя Почту Телефон Никнейм Пароль И чтобы Чтобы эти контакты Не потерялись И можем просто Этот скайп туз Использовать Не просто как для Автоматического запуска А фактически Как для перебора Как для запуска Нового скайпа Быстро То есть Быстро Нако скайп Новый 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 То есть Достаточно удобно Просто я Сделал это С простым Ноутбуком На 12 скайпов Все это работает И так Значит что мы Что мы сейчас Так Что мы сейчас сделали Значит ну По факту Сделали Запрос На 200 человек Было бы 6 Сейчас аккаунтов Сделали бы запрос На 600 человек То есть Что нужно делать С контактами дальше С ними нужно естественно Работать Итак В программе Сэндекс Я закрыл программу Видимо зря В программе Сэндекс Мы можем Удалять Те контакты Которые Которые Не добавились В нашу группу Чтобы они не висели У нас Так Ну Программа Сэндекс Не такая быстрая Как хотелось бы Сейчас Секундочку Начинаю трансляцию Итак Вот Мы опять же Во вкладке Управление Группами Можем здесь Выбрать Дополнительную функцию Например Удалить Неавторизовавшихся Пользователей То есть Мы выбираем Группу Нажимаем Удалить Неавторизовавшихся Они удаляются То есть Все Таким вот образом Там за 10 За 20 дней Вы начинаете Формировать Свою Базу Контактов С которой Вы Уже можете Работать Что с ней Дальше происходит С этими Контактами Очистив Группы От Неавторизовавшихся Пользователей Мы Переходим К рассылке И работая С этой группой Я сейчас Посмотрю Есть ли у меня Авторизовавшихся Но к сожалению Нет у меня Авторизовавшихся Пока Пользователей В этом Скайпе Ну я могу Вот так Для теста Просто Отправить Как бы Всем Неавторизовавшимся Тоже первое Слово Привет То есть Что я сделал То есть У нас Есть группа Когда Когда вот Восьмого Июня Мы Сейчас 99 контактов Поместили Сделали запрос Мы набрали То есть Сообщение Привет В данном случае Мы поставили Галочку Всем И отправили Выделенная Группа На самом деле Не привет Нужно писать А То Приложение Которое Вы хотите Людям Передать Например Компания Скайвей Кэпитал Дарит 100 подарочных Акций Там С такое По такое Число Жми тут Регистрация Здесь То есть Вот эти Вот Производительства Они должны У каждого Конечно Разные Я не могу Прям Вам сейчас Сказать Как Делать Как По указке Просто Включите Немножечко Немножечко Своё Воображение И Пишите Просто Пишите И пишите То есть Давайте Напишем Что Добрый День Добрый День Жми Сюда Ну Например Чтобы Чтобы Не вдаваться Сейчас Я Так Кратенько Слэш Слэш Скайвей Кэпитал Скайвей Кэпитал Кэпитал Ну то есть Стандартные И еще раз Меня Скорее всего Забанят Потому что Я Два Раз 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 Слал Подъем Контактов Сообщений Больше Девяносто Немножечко Скорее Всего Мой Контакт Сейчас Уйдет В бан Ну Суть Моего Показа Не конкретная Работа А вот Непосредственно Функционал Функционал Программы Хорошо Давай Сейчас Я Попробую Ответить На ваши Вопросы Которые Появились Здесь А вопросов В основном Нет Комментарий К качеству Звука В основном Ну К сожалению Это Так Напоминаю Вновь Подключим Что Будет Предоставлен В ближайшее Время Видеокурс По которому Вы сможете Пошагово Выполнить Выполнить Определенные Действия Для того Чтобы Добавлять Успешно Добавлять Контакты В свою Контактную Книгу Для того Чтобы успешно Делать По ним Рассылку Давайте Так Задавайте Сейчас Вопросы Я постараюсь Сейчас Ответить На Те Вопросы Которые Не требуют Большого Количества Времени На Эти Ответы На Ответы Ждем Видеокурс Как записать Эту Презентацию Отлично Значит Все ждут Видеокурс Видеокурс Действительно Будет Так Я сейчас Посмотрю Что Еще Хотелось Бы Вам Рассказать Расскажу Я вам Пожалуй Об одной Маленькой Как бонус Об одной Утилите Не утилите А сайте Который Поможет Вам Ускорить Процесс Регистрации Аккаунтов По сути Сайт Который Продает Уже Готовые Зарегистрированные Аккаунты Почтовые Вот Этот Сайт Он Есть В Ссылках В Файле Прикладном Который Доступен Для скачивания На Яндекс Диски Я В конце Вебинара Уже Совсем Скоро Продублирую Еще Раз Для тех Кто Подключился Позднее Так Давайте Сейчас Перейдем И Посмотрим Мы Перешли На Сайт Он Называется DJEKXA Точка Ру Ну Это Вот Такой Юмор Создателя Непонятно Как Он Расшифровывается Но Тем Не менее Значит Переходим Во Вкладку Авторег Выбираем Какую Нибудь Вот Например Яндекс Я покупаю Зачастую Яндекс Авторег Нажимаю Накупить Выбираю Количество Ввожу E-mail Свой Например Какой Нибудь Количество Необходимое И Перейти К оплате Дальше Мне Говорят Что нужно Сделать То есть Это Значит К примеру В данный момент Я выбрал Webmoney Кошелек Это Я перевожу 29 рублей Всего лишь За 10 аккаунтов Это 2.90 За каждый аккаунт Я перевожу На этот кошелек Делаю В комментариях Заказ И проверить Оплату У меня Сразу В скачивании Идет Такой Файлик Какой Файлик Как почтовый Аккаунт То есть Вот так Идет Выглядит Вот таким Вот образом Это По сути Это Яндекс Это Можно Сюда Добавить Собачка Яндекс Это Таким Вот Образом Можно Гораздо Гораздо Быстрее Регистрировать Аккаунты Скайп Фактически Не бояться То что Их забанят Потому что Ну Не такого Мы не Прикладываем Столько Труда Сколько Можно Приложить То есть Это По сути Быстрая Регистрация В скайпе Быстрое Получение Почты Быстрая Рассылка Быстрые Ответы Ну И По сути Быстрое Построение Команды Вот Как Результат Итак Пожалуй На этом На этом Я завершу Вебинар Надеюсь Он получился Не такой Обрызкий И ужасный Как Это Чувствую Сейчас я Потому что На самом деле На самом деле Тема такая Что нужно Выполнять Поэтапно Я думаю В следующий раз Мы Я Предложу Вам Немножечко Другую Схему Работы Схему Работы Основанную На На том Что Подготовленные Видеокурсы После Просмотров Мы Организуем Будем Организовывать Вебинар По Вопросам На которые Которые Не отражены В этом Видеокурсе То есть Я могу Вам Как Это Эффективно Делать Дам Прикладные Материалы Мы Рассмотрим Сервис Сервис О Раскрутке В социальных Сетях Это В инстаграме Вконтакте Ну Собственно Мы Всегда То есть Наша Политика Такова Что Мы Сейчас Всегда Будем Отслеживать Новые Сервисы Будем Их Изучать Будем Их Тестировать И Будем Вам Готовое Решение Для построения Для расширения Своей структуры Спасибо Тем Кто Пришел На этот Вебинар С вами Был Салтанов Иван Всем Спасибо До Свидания